Итак, друзья, привет! С вами Дима Ванпойнт и я решил в GTA Online купить себе офис. Вот такой у нас офис получился, стоит он сам миллион, находится в здании Maze Bank, западное здание. Декор у нас будет простенький, вот такой вот беленький, немного с деревом. Персонал, естественно, я себе в секретаршу женщину сделал. Название One Point Lab, к сожалению, матерное название не проходит, прям проверяется текст, это немножко печально. Добавил оружейный шкаф, который стоит аж 520 тысяч, сейв не стал добавлять, хоть он здесь есть, и можно туда прятать свои деньги. Но, мне кажется, через сайт это делать удобнее, поэтому это немножко бледоватая идея. И апартамент. Тут у нас можно добавить кровать вместо не знаю чего. Ну, в общем, кровать, мне кажется, это круто, поэтому пусть будет. Офис у нас вышел на 2 миллиона 730 тысяч, и это прям, конечно, офигеть. Но нажимаем купить, и все готово. Покупка удавалась, поздравляем с покупкой офиса. И нажимаем на маршрут, конечно же. Конечно же, нам надо знать, куда нам ехать. Садимся в один из наших автомобилей. Круто, круто, поедем, посмотрим. Нам уже позвонила наша ассистентка. Хотя я думал, что это будет секретарша. Но, видимо, у меня там будет еще и ассистентки. Ладно, погнали, посмотрим, что у нас тут есть. В общем, заезжаем на парковочку. Или это не парковочка? Ну ладно, пофигу, бросим машину здесь. Вот он, наш офис. Вот он как выглядит. Да, это самое дешевое здание из всех, которое было. Но я подумал, что ездить сюда буду явно не часто, потому что играю в GTA Online только тогда, когда хочу вам показать какие-то новые штуки, новые дополнения. Так, ну, заходит он, понятно, к обычным домам. Так, вот он, OnePoint Lab. Я здесь, чтобы сделать жизнь как легко и легко, и чтобы помогать в этом бизнесе и эффективно. Окей, круто. О, карта крутая, вот так вот, смотри, какая карта. Компьютер, как всегда, пародия на Mac, без этого никуда. Какая-то она щекастая, я бы посимпатичный секретарш, конечно, бы нанял. Но какую предложили, такую пришлось брать. Так, вот у нас коридорчик. Посмотрите, лифт и все как надо. Реально прям офис, круто, стеклянные двери, это очень понтово. Нормально, только отошел, она мне уже байс сказала. И все, типа, больше ничего нельзя. Так, вот давайте поговорим. Агент Пегас, личный транспорт, еда, звонок. Так, еда, круто, она может еду что-то принести? Ну-ка, давайте, что? Я хочу себе пивасика. Давай мне пивасика. А, понятно, просто моментально. Я думал, она прям принесет. Ну, это неинтересно, это неинтересно. Ну, ладно, давайте дальше гулять по офису, посмотрим, что тут есть. Давайте от первого лица переключимся. О, смотрите. Маленькая и небольшая кухонька, это прикольно. Так, ооо, у нас тут есть многофункциональное устройство. Так, копир нам всегда нужен, что тут двери есть. А, вот и ванная комната. Можно, что это можно сделать? А что там у нас было-то? А, можно переодеться. А тут что? О, тут у нас душик. Можно помыть, чтобы не вонять прям в офисе. Ну, тут прям офис такой, в нем жить можно. Для и дома нафиг нужны тогда. Так, тут у нас туалетец. Ну, туалетец, конечно, жесть. Дверь открывается прям сразу с артир. Не очень удобно это дело. Так, кроватка, можно поспать. Блин, я, конечно, думал, на кровати мне будет, как-то, массаж делать. Но оказалось, что нет. Это немного печально. Так, тут у нас стол. На котором лежит расческа. Очень нетипично для мужского офиса, я бы сказал. Так, а что здесь у нас здесь? Ничего нету. Дальше дверь, давайте пойдем в эту дверь. Опа, и тут у нас, видимо, кабинет, кабинет директора. Тут много бухла. Обязательно можно выпить виски. Давайте мы это и сделаем. Глотанем немножко. Надо обмыть покупку-то. Оп, закинулись. Слушайте, хорошие виски. Прям уже немножко качнуло даже. Так, вот он, наш кабинет. Вот он, наш компьютер. Тут есть терек. Можно посмотреть, насколько я понимаю, да? Терек. Тут у нас карта. Вот только взгляньте на эту карту. Посмотрите на нее. Она офигенна. Она просто офигенна. Блин, жалко, дома нельзя брать оружие. Мы могли бы ее через прицел смотреть. Лучше рассмотреть. Хотя мы можем рассмотреть ее с телефона. Блин, блядь. К сожалению, здесь почему-то нельзя фотографировать. Ну, в общем, карта просто офигительная. Вы только посмотрите на нее. Очень хорошо сделана. Прям радует. Так, тут у нас что за этой дверью? Ничего, что ли? За этой дверью у нас ничего. Вот они, столики для рабочих. Слушайте, ну прикольный, уютный. Маленький офис. Наверное, большего особо-то и не надо для жизни. Ну и давайте напоследок посмотрим, что у нас на компьютере есть. Что у нас за компьютером? Давайте сядем. Вот, подвинулся такой вообще как босс. Сидит, все дела. Это, видимо, тут специально все сделано. Все как жизни. Типа на мониторе просто логин и пароль, и мы делаем вид, что как будто мы работаем. А на самом деле мы ничего делать не можем, да? Наверное, так и получается. Войдите в открытую сессию, чтобы получить доступ к секьюрсерфу. А, все понятно, все понятно. Чтобы получить доступ, мне нужно в открытую сессию зайти. Ну, круто, круто. Видимо, можно что-то планировать, делать. И это все надо будет совершать с разными людьми. Поэтому, чуваки, я думаю, миссии эти будем проходить вместе. Играю я на Xbox One. Поэтому те, у кого Xbox One, добавляйтесь ко мне. Ник Дмитрий OnePoint. В общем, я его напишу в описании. Ну, а на этом у меня пока все. Вот такой офис я купил. Если вам понравился, то обязательно поставьте лайк. И подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. Ну, а с вами был Дима OnePoint. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok